Михаил Кличев, арбитр международной категории, вот сейчас ему поручили, я так понимаю, после небольшого конкурса, все-таки, но он занял первое место среди арбитров, которым было доверено судить, этот замечательный турнир. Миша, пожалуйста, об этом турнире, что это за турнир? В рамках международного? Ну вот я вижу тут, да. В рамках международного форума уже второй раз форум называется «Открытые инновации». Сегодня 14 и завтра 15 октября проходит турнир по шахматам среди детей, студентов, любителей под общим названием «Талант преодоления». Талант преодоления, причем во всем, то есть преодоление здоровья, преодоление в каких-то научных достижениях, успехах, в предметах, которые изучаются в школе или в институте. То есть преодоление именно во всех сферах. И здесь дети были отобраны к этому мероприятию, представлены от своих, соответственно, организаций или учебных заведений. Миша, скажи, пожалуйста, формат этой команды? Формат турнира командный, то есть 6 команд представлены здесь. И сейчас вот в данный момент проходит третий тур, где ребята играют. И, собственно говоря, мы будем подводить как в командном зачете итоги, так и по лучшим достижениям игроков на своих доступах. А контроль времени? Контроль времени по 10 минут. По правилам фида это сейчас считается быстрой шахматой. Без добавления? Без добавления, да. Просто 10 минут каждому игроку до конца партии. А какая квалификация участников? Квалификация... Это какой-то мастерский, гроссмейстерский? Нет, вы знаете, это игроки, которые просто умеют играть в шахматы, любят играть в шахматы или знакомые с этой игрой вот где-то вот в детстве. В детстве были знакомы и познакомились, ну, по ходу жизни. То есть здесь игроки не мастерского или гроссмейстерского уровня, но которые любят эту игру. Миш, скажи, а вот с точки зрения судейства, насколько это сложно судить вот этих ребят? Вы знаете... Чем они слабее играют, тем легче судить. Нет, вы знаете, судить проще, конечно, соревнования, скажем так, гроссмейстеров и мастеров, которые знают об игре все, и можно сказать, что с ними разговариваешь на их языке. Здесь же нужно предусмотреть какие-то элементы, какие-то детали, которые игроки могут не знать. И вот, так сказать, им необходимо их объяснить до того момента, как эта ситуация какая-то на доске или в проведении соревнования возникнет. То есть постараться их предугадать и предотвратить. Ну, у тебя огромнейший опыт проведения турниров. Давай немножечко так, с точки зрения критического. Что бы здесь не хватало? Что бы хотелось бы, чтобы еще было при организации этого турника? Что надо учесть на будущее? Да, собственно говоря, предусмотрено все. То есть турнир организован на хорошем уровне. Все участники явились. Все участники явились, команды явились. И, собственно говоря, просто нужно внимательно относиться к каждому участнику, к каждому представителю команды. И все будет хорошо. Ну, ладно, удача. Вот я смотрю, здесь ребятишкам уже готовят, так сказать, перерыв чай. И вот я уже снимал этот торт замечательный. Его вот эти шахматы, их режут, оказывается, на кусочки. И, наверное, это очень и очень вкусно. Во всяком случае, вот часть игроков уже готовится к чайпите.